И вот сегодня я подумала о том, что как хорошо, что я вовремя купила себе зимнюю одежду. Всё-таки, вот знаете, чуйка мне подсказывает, купи мясо. Я его купила, пусть оно будет лучше у меня дома в холодильнике. Я решила немножечко налепить котлеток заранее. Ой, я так рада, не знаю, так люблю, так напоминает детство, деревню, корову. Очень нравится, прям не могу. Всем добрый день. Решила я хоть раз, девочки, начать съёмку не прямо с утра, а вот днём. Сейчас пол первого дня, солнышко светит, ветра нету. Прям можно сказать, бабье лето продолжается. Хотя ночью у нас минус три, ночью похолодало. Днём 10-11 на плюсе. Смотрю, дымка там вдалеке. В общем, классная погодка такая. Мухи ещё летают, закрываю окна. Я решила сделать оливье. Только на этот раз я вместо колбасы отварила индейку. Индейка такая хорошая, это вот бедро. Я вырезала косточку. Ну, это не всё, индейку буду половину сделаю, половину оставлю. И вообще остальное всё, как обычно, буду делать. Всё, я приготовила всё, что мне нужно для оливье. Я туда ещё сделаю горошек зелёный, нежный. И вот это 600 окрустящие огурчики, вот такие я люблю. И сейчас включу какой-нибудь фильм, сяду и буду нарезать. Решила немножко с вами поболтать, пока буду резать. Девочки, вот начала влог. Я сегодня, честно говоря, не планировала ничего начинать, ничего снимать. Потому что сегодня у меня выходной, за нас все мне не идти. И, в общем-то, таких особо важных дел никаких сегодня нету. Поэтому думала, ну, что начинать. А с другой стороны, думаю, ну, всё равно я же буду что-нибудь делать. Всё равно дома пока. Всё равно что-то делать придётся. Вот, например, надумала я оливье, решила сделать. Ну, и подсниму чуть-чуть. Сейчас ничего такого пока не нашла. Сейчас посмотрела фильм «Классные игры» называется. Ну, известные наши русские артисты снимаются. Такой ненавязчивый детективчик. Можно посмотреть. Детективчик, похоже, что он такой не новый. Потому что ещё немножко молодые наши артисты. Но в то же время он такой лёгкий, в общем. В общем, сюжет заключается в том, что спустя 20 лет одноклассники встретились на даче там у одного одноклассника. И, в общем, потом они начали по одному все умирать. Ну, в общем, расследование и так далее. Вот такой вот жанр. Вот, что ещё хочу я вам сказать. У нас с сегодняшнего дня, я смотрела вчера новости, позакрывали непродовольственные магазины. В связи с, ну, с известной обстановкой, понятное дело. Спортивные там клубы, общепиты, в общем, разные кафе, рестораны. Ну, и всё тому подобное. И вот сегодня я подумала о том, что как хорошо, что я вовремя купила себе зимнюю одежду. Если торговые центры, непродовольственные магазины будут закрыты, ну, пока до 7-го числа, а там, кто его знает, это могут дело и продлить. Будут всё по обстоятельствам, по обстановке смотреть. В общем, вовремя я купила зимнюю одежду. Вовремя я прикупилась, так сказать. У меня всё есть. Всё, что нужно на зиму. Так что я уже за это дело не переживаю. А вот если бы я купить не успела, то вот тогда уже холода буквально вот-вот, не за горами. И что бы я тогда носила? И как люди, которые не успели прикупить всё на зиму, я не знаю. И тут вспоминается поговорка «Готовь сани летом». Ну, летом, конечно, зимнюю одежду там не купишь, нет выбора. Ну, в общем, лучше прикупиться заранее по возможности. Вот. Ну, я сегодня ещё планирую, в общем-то, хочу выйти на улицу. Надо мне кое-что ещё докупить, магазинчик сходить. Но это не срочно, это можно сделать попозже. Ну, а пока сейчас я включу. Коломба там сейчас идёт по телевизору. Включу Коломба, посмотрю. Тоже такой детективчик ненавязчивый, лёгкий, отдыхающий. И самое главное, что когда я что-то делаю, не нужно прям вот сидеть и смотреть, чтобы не пропустить что-то. Там достаточно слушать и всё. Ну, вот и всё, оливье готово. Я туда добавила ещё один маленький свежий огурчик. И заправила майонезным соусом 15% и сметана 15%. Всё, буду кушать. Вышла я, девочки, прогуляться, подышать свежим воздухом. Так, и опять вчесала, опять втопила. Так, не спеша. Ой, свежий воздух, тишина, ветра нету, просто класс. Вот, смотрю, тут цветочечки. Вот приятно, когда идёшь, раз, мимо цветочки. Подошла, полюбовалась и дальше иду. Пойду заодно в аптеку загляну. Там надо кое-что взять. Зайду, посмотрю мясо. Что-то мне подсказывает, что пора покупать мясо. Затарить надо морозилку. Боюсь, что перед Новым Годом могут цены подняться, как у нас это обычно бывает. Лучше уже купить и пусть оно лежит. Хорошо. Давайте, да. И говядину дайте мне. Так, давайте вот эту вот свежую. Ну, та больше, это поменьше, да? Поменьше. Ну, давайте вот эту. Всё, девочки, прикупила я мясо. Всё-таки, вот знаете, чуйка мне подсказывает, купи мясо. Я его купила. Пусть оно будет лучше у меня дома в холодильнике. Ну, цены, надеюсь, вы там успели разглядеть. Так. Цветочки. Опять цветочки идём. Смотрим. На улице какая-то такая тишина. Ну, только слышно, как машины ездят. Людей мало, вообще людей. Смотрю, нету вокруг, солнышко спряталось. Как-то неуютно, знаете, на улице. Пошла-ка я домой. Дома уютнее. Из дома меня не выгонишь. Ну, вот я и прикупила, девочки. Свиная мякоть 339, говяжья мякоть 539. Ну, мне кости не нужны, потому что я бульонку, этот, такой мясной не варю. Обычно бульон выливаю, поэтому мне нужна мякоть. При том, что я хочу ещё фарш свой сделать. Так что сейчас по кулечкам в холодильник. И будет у меня всё это в наличии. Посоветовали вот такое масло. Взяла масло 159 стоит. Я говорю, какое самое лучшее. Посоветовали взять это. Не знаю, что за масло, ещё не пробовала. Всем доброе утро, девочки мои. День следующий. Погодка сегодня неплохая. Солнышко только что светило. Ну, вот в облачко куда-то спряталось. Плюс 16 градусов. Ночью было плюс 5, плюс 6. В общем, у нас потепление. По прогнозам я посмотрела, потепление у нас. Неделю будет вроде бы нормально. Девочки, решила я сегодня сделать котлеты. Вообще, перемолоть фарш. Вот я беру свинину, говядину пополам. То, что мясо я вчера купила, я в основном убрала в холодильник и оставила специально для фарша. И сделаем котлетки сегодня. Поехали. Мясо я все перемолола. Немножечко я фарша откладываю. Макароны по-флотски в дальнейшем хочу сделать. И, может быть, сликадельки. Или что-нибудь еще. Посмотрим. В общем, морозилку уложила. Немножко оставила себе на котлеты. Добавить сюда теперь хочу одну картошечку небольшую, пару зубочков чеснока, яйцо и хлебушек. Один кусочек замочу в воде. И все это перемешаю. Буду жарить уже котлетки. Я решила немножечко налепить котлеток заранее. Потом разогрею сковороду и кину. Все перемолола, девочки. Картошечку. Все сделала. Посолила, поперчила. Вот такое небольшое количество решила сделать котлеток. Давно уже хотела домашних котлеток. Прям соскучилась. Завтра, может быть, Настя придет. Я не знаю, какие планы там на завтра. Но если Наташа работает, значит Настя будет у меня. И пусть Настя у меня полез нормальных домашних котлет. Ну и я тоже. Я тоже в том числе. Вот так вот я делаю котлетки. Все. Не стала делать про запас. Лучше сделать потом свеженьких. Как раз на сковородочку получается. Получается у меня. Все. Вот так вот. Раз-раз. Быстренько и готово. Будем жарить. Ну вот и все. Все мои котлетки поместились на одной сковороде. И вот они уже жарятся. Все. Котлетки мои готовы. И на обед у меня сегодня будут котлеты и оливье. Отличный обед. Ну что, девочки. Решила я выйти и проветриться. Пройтись. Захотелось мне домашней сметанки. Вот. Я думаю, пойду-ка я пройдусь. Не знаю я, есть там эта машина или нет. Ну, заодно подышу свежим воздухом. А еще мне интересно посмотреть. Вообще, позакрывались ли непродовольственные магазины. Ну, солом, я думаю, закрылся мой. Я буду не стрижена какое-то время. Вообще, у меня сейчас укладка уже не держится долго. Я заметила, что когда волос отрастает, уже укладывайся, не укладывайся, укладка долго не держится. То, что мне сейчас на голове, мне не нравится. Ну, придется потерпеть и мне, и вам. А вообще у нас, так как сейчас начинаются вот эти праздничные каникулы, Настя в деревню поедет, я думаю. Вроде такой был разговор, что она уедет в деревню. Магазины многие закрыты. И, в общем-то, я думала, что походить еще по каким-то магазинам, поездить, что-то поснимать вам интересное. Ну, это отпадает. А значит, а значит, такой пейзажик. Хочется на фоне, хочется на фоне вот этого кипаресика сняться. Вот. Значит, отпадают наши съемки по магазинам. Дома у меня особо пока никаких планов нет. Я еще не придумала, чем бы вас подразвлечь. Мои хорошие. Поэтому я так думаю, что какое-то время у меня видео будет выходить немножечко с задержкой. Возможно, если я что-нибудь не придумаю новенького, возможно, в течение вот этих вот дней, пока у нас будет все закрыто, хоть бы не продлили еще, мои видео будут выходить с задержкой. Не знаю, насколько, как, пока мне это неизвестно, но пока так. Вышла сейчас погода. Вот тепло, нет ветра. Плюс 15 градусов. О, машина стоит, кажется. Это хорошо. Ну вот утречком было солнышко, а сейчас солнце спряталось пасмурно, серо. И вы знаете, вот эта погода, ну, она влияет и на меня, и на многих других людей. не люблю серую погоду, не люблю, когда пасмурно. У меня от этого, не знаю, когда солнышко светит, какой-то подъем энергии, что-то хочется поделить, поделать, и такое радостное, радостное какое-то настроение, а когда пасмурно, не знаю, чего-то не хватает, хочется вообще залезть под одеяло, включить какой-нибудь там увлекательный сериальчик, фильм. И не вылазить. Вот, вот такое вот у меня, понимаете, происходит. И что с этим делать, как с этим бороться? Ну, это, наверное, какая-то весеная депрессия, я так думаю. Самое главное, хотелось бы, чтобы было побольше все-таки солнечных дней, потому что все-таки от солнца зависит во многом наше настроение. не забывайте пить витамин Д, кто не пьет. Но я сейчас продолжаю пить витаминки, которые я брала, там, 60 витаминок на 2 месяца. Мне еще примерно где-то неделю осталось попить, и потом обратно я переключусь на витамин аквадутрин. Вот. Ну, меня радует сейчас, что дождя нету и нету ветра. Вот это хорошо, это здорово. Вот. Ну, в общем, так вот пройдусь, прогуляюсь. А что делать? Вот эти праздничные дни дома сидеть надо. Что? Куда? Никуда. Специально сделали столько выходных, чтобы прервать цепочку заболеваемости, снизить ее. поэтому, конечно, бывает, у меня возникают какие-то желания куда-то поехать там или еще что-то где-то полазить. Но потом я себя дергиваю, думаю, что ж я лежу целыми днями на диване. Потом дергиваю себя, думаю, нет, вот так нужно делать. Это у меня самоизоляция такая, понимаете? Ну, по дому, если у кого-то какие-то дела скопились, что-то надо делать. У меня пока вроде ничего такого не предвидится, но если я что-нибудь не придумаю, я ж такая, я ж могу еще и придумать что-нибудь. Так, пришла я до этой машины. Все, девочки, взяла я литр молока и пол-литра сметаны домашней, как сливки. Ой, я так рада, не знаю, так люблю, так напоминает детство, деревню, корову. очень нравится, прям не могу. Так что я себя решила порадовать. А вообще я вам хочу сказать еще, я уже три месяца, в общем-то, как начала диету, у меня не строгая диета, я себе делаю щадящую, но хочу я вам сказать, девочки, что пирожных, мороженых у меня в течение трех месяцев не было. И сегодня может быть потому, что такая пасмурная погода, или я не знаю, что, какая-то, я вам сказала уже, какие-то уже такие намеки на депрессию есть. И мне так захотелось съесть пирожное, хотя бы одно, или кусочек тортика. Я думаю, да ладно, в конце-то концов. Лучше поднять в себе настроение пирожным, чем впадать в уныние, да? Поэтому я сейчас на обратном пути зайду в магазин, возьму себе какую-нибудь пироженку, сок. Вот хочется что-то сладенького. В общем, куплю еще что нужно там по мелочи из продуктов и все. И потом пойду домой уже включу какой-нибудь сериальчик. Сейчас пока что посмотрела какой-то фантастический фильм, но так себе, не впечатлил. Я не знаю, может, какую-то комедию уже посмотреть, чтобы настроение поднялось, чтобы мне стало веселее. Вот. Я сейчас хочу еще проверить, заодно посмотреть, работают ли магазины. Универмаг, где у нас одежду продают. Фикс Прайс, например. Хотя сегодня еще пятница, но у нас уже объявили по Ростову, что с 28-го все закрывается, кроме продовольствия магазинов и что там еще экстренное у нас работает. Вот. Посмотрим, что сегодня работает, а что уже закрылось. Посмотрите, какое небо у нас сейчас. Вот такое вот очень облачно и даже такие вот облака темные совсем. В общем, погода вот такая вот серая, серая и унилая. В общем, приближается уже не зима, но как раз такая осень, когда падает настроение из-за такой серости. Ну, ничего. Так, что у нас тут работает? Телега, свет горит, аптека работает. Ну-ка, зайду, посмотрю. Так, телега работает. Ну, там продукты продают. Мясная, мясная, мясные традиции работают. А, кстати, вот этот универмаг, странно, что он открыт. А, ну, там какие-то товары открыты, какие-то закрыты лентой. В общем, непонятно, каким образом разделяется все это. Часть товаров можно покупать, часть товаров нельзя покупать. Вот это вообще непонятно, почему. Один магазин, в котором людей почти нету. И вот в продуктовом магазине больше народу, чем, например, в таком универмаге. И в продуктовом, значит, заразиться мы не можем, а в этом можем, да? Так, а сейчас я хочу посмотреть, работает ли у нас фикс прайс. магнит работает. Спускаемся. Так, магазин закрыт, идет вылезка нового товара, открытие суммы тут, то есть завтра. фикс прайс открыт, работает. Хорошо. Ну вот, девочки, я пришла домой, я еще в пятерочку зашла, кое-что купила. Ну вот это я с машины купила молоко домашнее. И вот эта вот сметанка, она такая жирненькая, как сливки, жиденькая. Так, ну еще я взяла себе масло растительное, это вот для жарки. Хлеб от трубной взяла. Не было сыра российского, но вот это топленое молоко мне тоже очень нравится. Взяла сок, взяла такой, взяла такой. Настя завтра придет, будем сок пить. Так, ну еще я взяла яблочки, вот эти симпатичные, такие вот, желтенькие, красивые. Взяла Насте булочку аютинскую с ванильной начинкой. Взяла еще конфетки, пусть они будут, чтобы было внучку чем угощать. Ну и вот я себе взяла вот такой вот с ванильным соусом профитроли. Это как заварное тесто и сливочный крем. Вот это я поем, ну и наверное сок открою какой-нибудь. Вот такой вот сегодня у меня. Такое баловство у меня сегодня будет. Девочки, в магазине жарко, я аж запарилась, пришла прям мокрая. Вот так вот, вы знаете, на улице, когда тепло, в магазине просто невозможно жарко. В общем, все я вам показала, на сегодня я больше делать ничего не собираюсь. Хочу видео все-таки на завтра вам смонтировать, вернее завтра смонтировать его уже, чтобы оно вышло своевременно. Не знаю, сколько я там наснимала, но в любом случае я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Сильно не ругайте меня за то, что я с Владюшек захотела. Вот. И все, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.